Намерение исполнять. А мы, к сожалению, немножко ограничили время. У Ларисы Иосифовны это предстояло. А вы можете это сказать в двух словах? Потому что они обещают всем и всё, но выполнять они этого не собирают. Совершенно правильно. Поэтому вот, когда мы говорим о конфликтных личностях, или как вы их назвали, суперконфликтных, да, это сложно, это тяжело, и мы должны быть вооружены знаниями, да? Мы не дошли до вопроса, как с ними работать, да? Это будет тогда в материале. То же самое, примерно такую же сложность, представляют так называемые неконфликтные люди, которые, ну, как бы, говоря словами крылатого выражаясь, да, это моя хата с краю, как говорится, да? До какой-то поры. Поэтому они могут составлять пласт достаточно опасный для ситуации и формировать конфликты могут. Вот именно неучастием своим... Причем саботажа, фактически, да? Да, да. Саботаж. То есть, ну, там формы могут быть разные. Поэтому... Они обещают всем всё противоположное, и в результате действительно происходят конфликты. И происходит, они формируют вот эти конфликты. Поэтому, естественно, надо вот таких людей тоже, как бы, вычленять, определять, и дальше уже конкретно... Вот мне очень понравилась ваша, Евгений Анатольевич, ваша тактика. Я не знаю, обратили на это внимание все или нет, когда вы работаете... Индивидуально. Индивидуально, не давая людям создавать именно коллектив. Коллиции, да. Ну, там, группировки, коллектив. Поэтому здесь индивидуальная работа должна быть и с ними, так же, как и с конфликтной личностью, желательно, по возможности. Ну, а все эти нюансы по работе, значит, вы получите... Да, а я для себя сделал мнение, очень важное, насколько важны хорошие коммуникации в организации и предупредительные шаги. То есть, может организация вспыхнуть, организационный конфликт из-за провокаторов, из-за зачинщиков. И вообще говоря, личность специалиста по организационному консультированию, пусть даже этот специалист обладает как медиативными компетенциями, так и управленческими, но этот специалист, во-первых, должен хорошо знать предметную область, как вот Евгений Анатольевич в отношении водителей, и он должен завоевать уважение со стороны самих работников, которые работают, вот, что называется, на передовой линии. Своей компетентностью, знанием нормативных актов, вот, все вот это на зубок. И тогда будет вызывать уважение. Действительно, провокаторы в этой ситуации будут беспомощны, если особенно сделать упреждающие шаги. Да, профилактика, она имеет силу везде. Ну, на этом все тогда, уважаемые коллеги. До следующей встречи. Всего хорошего. Спасибо за решение. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Ну что, Марат Александрович, молодец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...